здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем всем здравствуйте а сегодня я отвечу на многие вопросы но одним таким видео то что видео а скажем так аудио письмо девушка одна написала что у нее трагедии просто это просто какая-то несправедливость что вроде бы как она и молится и вроде бы как бы у нее так это не часто такие приходят на самом деле письма вы знаете вы одолжение не делайте богу вроде молиться вы я так понимаю зациклились до зациклились просто на своей проблемы у меня тоже такое было что иной раз я спрашивала боже я не понимаю но почему у меня вот именно эта ситуация никак не разрешается что не так не надо ничего понимать я надо просто сказать я отдаю это тебе я даю в твои руки или оставляю твоих ног господи ты мне все объяснишь если захочешь но даже если этого не будет я все равно тебя люблю все значит на это нет твоей воли правда вот сейчас всем стало легче потому что у меня тоже но было такое что но вот ситуации казалось бы но никуда никак но надо чтобы она разрешилась она но никак из года в год и не разрешается значит нету на это воли божий а потом думаю а если бы эта ситуация разрешилась лет 7-10 назад а к чему бы это привело а вдруг а вдруг бы на тот момент развалилась бы семья если бы эта ситуация именно вот так разрешилась знаете я всегда говорю на все воля божия только он может дать сроки когда то или иное решится знаете я устала смотреть на тех людей которые все больше робчат запутываются и бесконечно пытаются во всем разобраться во всем вы понимаете что во всем разобраться невозможно все во власти бога иногда мы думаем делаем предопределение не надо никаких предопределений предопределений нет если вы просто хотите учиться и возрастать в боге и подходите к некоторым ситуациям с такой позиции изучайте познавайте но не пытайтесь умом понять то что вы не понимаете оставьте это богу иначе вы начинаете путаться а когда вы начи путаетесь то это не от бога надеетесь на господа всем сердцем полагайтесь на него на его разум во всех путях твоих познавай его в притчах так написано возьмите откройте старый завет это в библии притча 3 стих 5 и там все и там четко написано и он направит стези твои то есть ты познавай его а он направит стези твои вот так всегда я говорю господи позволь мне познать тебя и направь стези мои и все и он направляет и ты идешь и каким-то просто божественным больше никак это не назовешь способом решается все вы знаете размышлять можно сколько угодно он любит когда изучает его слово богу нравится когда мы работаем над его словом но больше нравится когда мы позволяем это слово наполнить наше сердце нашу душу подпитать себя и исполнять а размышлять и размышлять ему нравится размышлять но только под сомнение при размышлении не ставьте потому что когда вы библию начинаете ставить священное писание под сомнение вот этого момента когда только вы начинаете ставить любое священное писание под сомнение запомнить именно в этот момент ваше сердце или ваше ухо или в ваш мозг влезает сатана и начинает уже разлагать работать нашептывать говорить тебе да нет наверное этого не было но смотри ну как же это могло произойти ну как а вот так вот так все книги заканчиваются все исчезает но священные писания не исчезают так что размышлять можно сколько угодно но как только вы встали в тупик надо это бросить как мы бросаем горячие я не знаю угли которые попали на ручку на руку как мы знаете отбрасываем свой пальчик от утюга на уровне рефлекса понимаете отбросьте и если у вас какая-то там проблема печали никак не решается вы пытаетесь своим умом это понять бросьте это просто бросьте это значит значит на это нет в данный момент воли божьей просто освободитесь и все отдайте все в руки божьи вот и я так думаю что кто-то понял вот я когда-то в свое время вот это поняла и я знаю что то что я вам сейчас говорю конечно сатанинским силам они сейчас ох как недовольны ведь они пытались зацепить вас за какую-то проблему которую вы назвали в письме трагедии и держать вас за эту трагедию и ковырять знаете как расковыривать больную рану она только начинает заживать а он снова ковыряет оставьте ее в покое отдайте в руки божьи молитесь об этом оно решится само собой возьмите другие ступени начинайте дальше подниматься понимаете в жизни много чего интересного а дьявол он хочет нам навредить чтобы мы до конца жизни варились в этом вот в этой одной проблеме винили себя в чем-то я не знаю корили себя вы знаете я не знаю как могла бы повернуться моя собственная жизнь и что стало бы с моей жизнью если бы я продолжала вариться в своих проблемах в своих обидах в своих трудностях и зацикливалась бы нет я отдаю благодарение богу за все за все что он делает в моей жизни за то что я просыпаюсь каждый день и мне хочется жить помните как этот дядюшка скруч раз и проснулся и все вот ему три духа у чарльза диккенса показали все недавно я делала видео на рождество мы можем побеждать зло добром и даже когда мы чего-то не понимаем а нам так больно что это почти невыносимо да бывает такое мы все равно можем сказать а я знаю мой искупитель жив вот почему я выбрала то христа меня всегда спрашивают как вот так вот умом и разумом поняла что мой искупитель жив вот в чем дело я знаю что бог любит нас настолько что все что происходит в нашей жизни он может обратить во благо у него есть благие намерения по отношению к нам и он все обратит ко благу абсолютно все вот так вот и я думаю что теперь вы понимаете как работает господь иногда сложно я понимаю вас даже читать святое писание во многих вариантах там просто ну не понимаешь но как это могло происходить как это мог допускать господь не забывайте что во многом там выкладывается просто история сначала просто история нашей жизни как наука вот что было что происходило и то чтобы мы делали выводы и не и посмотрите все время все обновляется обновляется и совершенствуется был старый завет а потом был даден новый завет то есть господь не хочет чтобы мы деградировали господь хочет чтобы мы прогрессировали он не хочет чтобы мы жили прошлом и возвращались в прошлое он хочет чтобы мы жили настоящим и знали что у нас прекрасное будущее не болтайтесь в лагере врага каждый день доставляя ему радость не надо особенно не ропчите не ропчите на свою жизнь иначе жизнь покинет вас а как она покидает если вы начинаете роптать на свою жизнь то она начинает покидать вас очень просто сначала появляются симптомы потом появляются болезни потом вы начинаете стонать и тогда господь бог действительно покажет вам что есть робот когда действительно поставит вас такую ситуацию где вы начнете роптать вообще господь бог не любит робот а когда живется нормально хорошо и вы можете можете дарить любовь ближнему и вы можете благословлять ближнего своего но вы ничего не делаете а только робчите то кому вы доставляете радость дорогие мои кому вы доставляете радость знаете мне так интересно и приятно вот сзади сидел на рождестве когда вы праздновали в церкви рождество сзади меня сидел парень инвалид это наш тоже прихожанин он постоянно нашей церкви очень хороший добрый парень и вы понимаете вот у него дцп ему тяжело ходить ему но там что-то мне понадобилось и он тут же значит увидел что я хочу посадить своего сына там у нас мест не было так много народу было около 300 может быть человек наверное может больше на рождественском служении и мне надо было посадить сын стоял в проходе потому что не было места уже в церкви и он стоял на служении и вот этот парень инвалид он как-то вот подсуетился как-то подвинулся как-то так знаете чтобы вот мне освободить место и говорит давайте его сюда давайте к нам вот тут вот я найду место вот 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 я думаю боже какая умница какая умница я вообще тортика не хватило он там свою половинку что-то там пытается мне я рыда нет спасибо все спасибо он прям сзади меня сидел такой вот интересный парень да он потому что он в живой церкви и он сам благословляет людей он не смотрит что у него дцп он не смотрит что ему тяжело ходить вот он пришел у него на лице синяки я его спросила что случилось он говорит я упал скользко было он упал у него ножки знаете так под себя но он всегда служит в церкви он всегда служит всем вот едем кормить допустим бездомных нищих людей так он в первых рядах идет и и порой бездомные смотрят на него ведь главным образом кто бомжи бомжи это лентяй которые ленятся себя обслужить которые вот им легче так жить ничего не делая а если они где-то что-то найдут они начинают выпивать но в большинстве я не говорю что это все но в так и вот глядя на него когда он служит именно в этом служении в кормлении бедным они видят насколько человек болеющий такой болезни но он счастлив он счастлив тем что он делится он счастлив тем что он ездит и помогает людям это это поразительно вот для чего одна женщина спросила вот господь позволил болезни до вас проверить вот для чего не все же здоровые есть люди больные так они войны я считаю что они войны когда ты достойно переносишь кроме того ты еще показываешь какой ты достойный сын своего небесного создателя это всегда меня умиляет так что доставляйте ему радость доставляйте радость отцу вашему небесным и радость к вам придет доставляйте и людям радость вот так вот вот так это работает так что не нужно сходить с ума и мусолить какую-нибудь ерунду которую вы называете может быть трагедией вот человек придумал такие слова проблема трагедия катастрофа или еще что-то а посмотрите как японцы у них действительно случилась взрыв катастрофа такая как можно сравнить с чернобылем они все собрались заразились не заразились сколько из них сейчас там умирают от рака пораженные радиации помните у них взрыв произошел ничего они все отстроили как камашки быстренько 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 все это сделали и даже ни у кого не просили помощи так что не сходите с ума не мусольте эту тему которую вы мне написали да и вообще если у кого какие проблемы не надо думать почему меня на работе не повысили а его повысили допустим она же не заслужила почему же не меня почему меня не пригласили на эту вечеринку а ее пригласили это совсем не проблема почему он исцелился а я так и болею если у вас такие мысли возникают знаете что я вам скажу значит вашей жизни вот есть этот страшный робот который господь бог не любит понимаете вы должны четко знать что у каждого на каждого человека уже прописано все у бога на каждого свой план уроду будут лишь те которые отдают сами нам дают свободный выбор вы выбираете если вы себя отдаете в руки сатане например в бутылку в алкоголизм или в наркотики в ложь в воровство и так далее если вы сами себя отдаете в руки это другое дело это понятно вы понимаете что вас ничего уже хорошего не ожидает вот хотя я хочу чтобы вы знали хотя чтобы вы знали пока вы живы пока вы сейчас дышите если на данный момент вдруг все таки в голове вашей что-то прояснится вы можете даже без никого покаяться мгновенно и отдать себя полностью богу вы знаете он примет ваше покаяние примет но только не забудьте приобрести слово божье потому что только через него спасение придет иначе как вы как вы оздоровите душу свою и на каждого на каждого из вас приготовлен удивительный прекрасный замысел для вашей жизни я хочу чтобы вы это знали есть тайны которые бог нам открывает но есть такие которые мы никогда не поймем пока не придем на небеса и это нормально я считаю что это нормально потому что я всем сердцем верю что если бог хочет чтобы я знала он мне скажет и я не собираюсь сходить с ума пытаясь разобраться вопросах на которые нет ответа потому что божьи пути глубоки и не исследимы знаете как говорится в 11 главе посланием к римлянам помните есть такое послание к римлянам 11 глава откройте библию и вы там прочитаете что бездна богатства и премудрости и видение божьего видение божие как непостижимы непонятны необъяснимы судьба его его решение и не следим и таинственные несповедимы пути его его стезя и методы ну я бы так сказала если расширено сказать или просто пути господни не исследимы поэтому не надо их прямо так исследовать его пути оставьте путь к господи богу это его и вот так вот не зацикливайтесь ни на каких проблемах никаких проблем нет есть какие-то затруднения но сохраняйте стабильность всегда сохраняйте стабильность 12 главе послание к евреям это уже в той части святого писания где новый завет говорится что в нашей жизни будут периоды потрясений и что придут времена когда все что может поколебаться будет поколеблено пока не останется только непоколебимое понимаете знаете что останется когда все колеблемо им будет поколеблено останется бог вот все поколеблется а бог останется бог останется и мне это очень нравится поэтому дорогие мои давайте не будем колебаться я люблю вас будьте непоколебимы и знайте что пути господни неисследимы люблю вас пока пока будьте благословенны вы и ваши близкие близкие